Шайтан сказал, за то, что ты совратил меня, за то, что ты заставил меня совершить зло, ты поймал меня в эту ловушку. Видите? Он обвиняет Аллаха в своем грехе. Я непременно засяду против них на твоем прямом пути. Арабское слово «каада» означает сидеть в засаде, ожидая кого-нибудь, чтобы внезапно напасть. Например, ваш знакомый в мечети, а вы стоите снаружи с бейсбольной битой, ожидая, когда он выйдет. Ладно, не бита, ну, пускай это будут цветы или что-то подобное. Смысл в том, что вы ожидаете, что он выйдет, чтобы внезапно напасть на него. И будет ли тот, кто ждет возле мечети, как-то себя выявлять? Нет, он постарается как можно лучше спрятаться. И как вы думаете, будет ли он нападать каждый раз, или же он дождется удобного момента? Он подождет удобного момента, а затем нападет. Так ведь? Именно этот смысл заложен в словах «я непременно засяду против них на твоем прямом пути». Да, буду сидеть у них на пути, но я не буду показывать себя каждый раз. Я буду ждать удобного момента, и затем он незаметно подкрадется к ним и нападет еще до того, как они поймут, что произошло. Затем я буду подходить к ним спереди. Что это значит? Прямой путь ведет в рай. Образно говоря, шайтан возникнет перед человеком и скажет, «Нет, нет, не иди в рай, рай слишком далеко. Я дам тебе что-нибудь прямо сейчас. Зачем тебе трудиться для рая?» Он завлечет их сиюминутными прелестями. Затем я буду подходить к ним сзади. Буду тянуть их назад. Вы идете, добиваетесь результатов, а шайтан тянет вас назад. Хочет, чтобы вы остановились и вернулись назад. И в Коране есть аят. Неужели вы повернетесь вспять? И вот вы идете назад. До этого вы прогрессировали, а теперь начинаете пятиться назад. Шайтан говорит, «Как только я увижу, что они прогрессируют, я буду тянуть их назад. Я буду нападать на них сзади. Я буду подходить к ним справа и слева». Эти слова толкуются по-разному. Под правой и под левой стороной может иметься в виду хорошее и плохое окружение человека. То есть, неважно, будет человек в хорошей или плохой компании, шайтан все равно подойдет к нему. Человек на правой стороне, значит, он совершает благое. Ведь правая сторона ассоциируется с хорошими делами, а левая сторона с плохими делами. Значит, даже когда человек будет совершать хорошие дела, даже когда он будет читать Коран, маша Аллах, какой таджвид, сатана все равно подкрадется к нему. Поэтому Аллах сказал, «Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от шайтана, изгнанного побиваемого». Он совершает хорошие дела. Где здесь место шайтану? Но нет, шайтан говорит, «Я подкрадусь к ним, когда они будут совершать благое, и я нападу на них, когда они будут совершать плохие дела». Я не остановлюсь. Я не остановлюсь. Докaceãos, как я иду, 차окурально. Я не остановлюсь. Я думаю, что он не остановлюсь. З автоматизация. Этоanych contact to día. Самый он Weilferолк не читает. Я не остановлюсь. Я не остановлюсь, как сказать, «Акадdev дом». В乾什么 сиде.